Зона боевых действий напоминает Иркутский район. Огонь лесных пожаров бушует там весь день. Так, в селах Ширяево и Тихоново-Падь сегодня эвакуировали детей и пожилых людей. Мужчины и женщины остались отстаивать свои дома у огня. Он подобрался слишком близко к населенным пунктам. С места событий – репортаж Алексея Килевра и Александра Барановского. И сейчас репортаж готовится к эфиру. Мы покажем его в конце выпуска. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутском районе. Там самая сложная обстановка. Также чрезвычайная ситуация объявлена в Боендаевском районе. Лес горит в Аларском, Ангарском, Братском, Жигаловском, Ольхонском районах. В Иркутске состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поставлена задача ликвидировать крупные и особо сложные пожары, которые представляют угрозу населенным пунктам до вечера сегодняшнего дня. Для этого мобилизованы все силы Министерства лесного комплекса Иркутской области, МЧС и муниципалитетов. Как заявил председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан Болотов, халатное отношение к исполнению прямых обязанностей всех ответственных за пожарную обстановку будет рассматриваться как должностное преступление. Тем временем штормовое предупреждение объявлено в Иркутской области. Во всех районах ожидается ветер с порывами до 25 метров в секунду. Это способствует еще большему распространению лесных пожаров. За сутки их площадь в регионе увеличилась в два раза. Тем временем сегодня ночью частичная эвакуация проходила и в Большом Галаусном. Там пожары окружили населенный пункт со всех сторон. Огонь шел по сопкам и вдоль дороги сгорела труба за Шантуевский мост. На месте всю ночь работала наша съемочная группа Екатерина Нерушкина и Евгений Шарыпов. Какой кошмар, а! Господи, божечки мои! Господи, мама! Смотровая, вот за канифервой все горит. На деревне осталось вообще. Вот, смотрите, через речку, через эту перепрыгнуть, через дорогу на раз. Мама! Эти кадры снимали местные жители. Крики «мама» и слезы – все, на что можно уповать в такой ситуации. При таком ветре огонь буквально за считанные часы подошел вплотную к поселку. Дорога в Большое Галаусное около трех часов ночи. Вся трасса окружена тлеющими или догорающими сопками. И уже прямо к дороге подходит открытый огонь. Вдалеке слышно, как падают деревья. Ну и дышать здесь, конечно, совершенно невозможно. Дышать невозможно нигде. На много километров вокруг леса полыхает, все затянуло дымом. Между тем в деревне все более или менее спокойно. В окнах не горит свет, зато над ними горит земля на сопках вокруг. Стучимся в первое окно, за которым есть свет. Это школа, сторож сообщил. Почти все население осталось охранять свои дома и искот. Уехали лишь несколько десятков взрослых и детей. На самом деле опасно. Ветер-то прекратился, как-то хоп и не стало. У нас здесь ветер-то всю дорогу дует. И вот 500 метров, 500 метров до Большого Галусного. Если бы не прекратился бы, не знаю, что было. С той стороны какой-то пожар идет. Здесь горит, там горит. Между тем, рядом со школой дежурят два автобуса из пивоварихи. Они готовы увезти детей из поселка в любой момент. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где машины все? На пожаре. Местная пожарная часть никого нет. Как сообщил начальник, все две машины, что есть в поселке, на выезде. Кроме того, на помощь приехали из Малого Галусного и добровольный спасательный отряд из Иркутска. Вот видите огни? Вот проезжаете метров 100 и резкий поворот направо. 100 метров и резкий поворот направо. Конная база здесь до огня буквально рукой подать. Пожарные контролируют, чтобы огонь не подходил к жилым домам. Дежурят всю ночь. Есть пресс-центр. Обратитесь сюда, вам что скажут. В пресс-центре нам уже все сказали. Интересно, что у вас на месте, сейчас ночь. Люди просто переживают, все боятся, волнуются. Вы здесь, на месте. А вон, подойдите к той машине, там вам все скажут. А эта машина что, не тушит? Как не тушит? Тушит. Ну вот, раз тушите, так скажите. А в этой машине добровольный молодежный спасательный отряд из Иркутска. Ну, мы приехали часа три сюда, на поддежурство назад. Ну вот, с горы ждем. Здесь первую полосу, первую линию отбили. Сейчас с левой стороны опять все раздуло. Ждем. Ждать придется всю ночь. Ветер немного стих, но прогнозы неутешительные. Главное управление МЧС по Иркутской области предупреждает об усилении ветра до 20 метров в секунду. Екатерина Нерушкина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Трехлетний ребенок погиб на пожаре в селе Заречном Тайшетского района. Как сообщает администрация муниципалитета, накануне около 16 часов загорелся жилой дом на улице Ленина. Для тушения привлекли пожарные расчеты Бирюсинска и поселка Юрты. До прибытия спасателей жители тушили дом своими силами, чтобы пламя не перешло на другие строения. Огонь ликвидировали в течение часа, но трагедии избежать не удалось. Сказать спасибо своим предкам в Устярде сегодня открыли аллею трудовой славы. Она посвящена героям социалистического труда, именно которых увековечили на памятных стендах. На праздники собрались ветераны и школьники. Александр Гаврилов знакомился с историческим наследием округа. Сильный ветер празднику не помеха. К важному в своей истории событию поселок Устердынский готовился давно. Еще в мае 2016 года установили аллею славы, состоящую из портретов героев Советского Союза. И вот спустя три года работы устердынцы увековечили память о героях социалистического труда. Из 20 человек, чьи имена и биографии размещены на стендах, в живых осталась только Дарья Тумурова. Также установили пятиметровую стелу с изображением орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов. И вот сегодня, когда мы открываем стелу, даже мы видим, что Устердынский, Бурятский округ орденоносный, награжденный двумя орденами в 70-х годах. Это для округа самые, наверное, значительные вехи. Информацию о героях собирали по крупицам. Помимо помощи местных сторожилов, которые знали их лично, обращались к историческим справкам. Помогали как сотрудники Национального музея, так и работники местной библиотеки и архивов. Какую-то информацию руководители проекта искали в интернете. Собирали материалы о наших героях, давали нам информацию. Мы искали в интернете, вот я сама сидела в интернете, пыталась найти фотографии, информацию. То есть есть очень хорошие сайты, сейчас появились герои. Поэтому была очень большая, конечно, предварительная работа. Проект посвящен трудовым заслугам ветеранов округа. В открытии Стеллы и Аллеи Славы участвовали руководители округа и неравнодушные активисты. После мероприятий они возложили цветы к стендам с именами. Собраться посмотреть на открытие пришли почти все жители поселка. Ведь перед Днем Победы это событие актуально, как никогда. Нами было принято решение, чтобы увековечить память и участников Великой Отечественной войны, наших ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, непосредственно создавая продовольственную безопасность нашего государства, организовать Аллею Славы. Аллею Славы мы выполнили в два этапа. Участвовали в гранте, в губерненское собрание. И нам оказали поддержку наши социальные партнеры. Ветеран труда Петр Васильев со многими из героев был знаком лично. Сегодня он посетил открытие, на которое привел свою внучку Свету. Ведь память о подвигах, считает ветеран, нужно прививать детям с малых лет. Для меня, как человека, который проработал в сельском хозяйстве, конечно, вот установка этих наших героев труда – великое дело. Также в канун майских праздников установили новые скамейки. Трехлетние работы завершены. Теперь герои Советского Союза и социалистического труда вместе на одной площади. Александр Гаврилов, Павел Рютин. Новости сейчас. Флэшмоб памяти. Сотрудники Следственного комитета и воспитанники кадетского корпуса имени Скороходова сегодня выстроились в слово «Помнин» на набережной возле Вечного огня в Иркутске. Во флэшмобе приняли участие около ста человек. Таким образом, следователи и кадеты почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня мы совместно с кадетами впервые участвовали во флэшмобе, посвященном памяти Великой Отечественной войне. Ребята и сотрудники Следственного комитета выстроились в слово «Помним» на набережной города Иркутска. Потому что память – понятие нравственное. Мы помним. Память тех, кто погиб на войне, сегодня почтили и ученики 18-й Иркутской школы. В микрорайоне Юбилейном прошел праздник, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. Дети исполняли песни, вспоминали истории своих семей. Приглашенные ветераны и преподаватели школы рассказали присутствующим о событиях тех лет и о подвиге советских военнослужащих. Тот народ, который помнит свое прошлое, только у того есть будущее. И, конечно, это мероприятие выполняет определенную задачу передачи знаний наших о том, что было. Потому что та страшная война, которая была, конечно, она не должна больше повториться. И если все ребятишки будут об этом знать, будут помнить своих дедов, прадедов, которые участвовали в войне, конечно, это самая главная задача такого мероприятия. Для меня это как, ну, вспоминаем про войну и про тех, кто там победил. У меня бабушка постоянно рассказывает про войну, ну, и как она переезжала везде, ну, чтобы выжить. А дедушка уже погиб. В завершении ученики школы с троем прошли в бессмертном полку в память о героях войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова отправились на поиски грабителя, который выследил пожилого мужчину, напал на него и украл деньги и ценные награды. В результате на раскрытие преступления потребовалось всего несколько часов. Это кадры с камер наблюдения. По улице идет пожилой мужчина. Неожиданно к нему пристает прохожий, просит денег. Пенсионер отказывает неизвестному, но мужчину это не остановило. Он дождался, пока ветеран сходит в парикмахерскую, магазины под предлогом помочь донести пакет, узнает его, место жительства. Недолго думая, грабитель напал на ветерана. Избил, забрал деньги и медали. Его и погибшей накануне супруги. За ним зашел пожилому человеку, убрал деньги и медали. Еще есть плюс. Спустя несколько часов грабителя задержали. Он не успел сбыть награды. Нашли его по отпечаткам пальцев, которые он неаккуратно оставил дома у жертвы. Установили личность. Нападавшим оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он показал, где спрятал награбленное. В тот же день медали вернули хозяину. Уважаемый, вот как обещал, мы человека нашли, да, нашли. Все, возвращаем вам, пожалуйста, медали. Возвращаем. Здоровья вам. Наступающий праздник у вас. Так быстро задержали преступника. Удачи и большое-большое спасибо. Известно, что ранее судимый за кражи мужчина вышел на свободу два месяца назад. И совсем скоро вернется обратно. Алексей Килевра. Новости сейчас. На железнодорожном вокзале Иркутска завершился первый этап реконструкции. Там отремонтировали тоннель, ведущий на платформы и смонтировали лифты. Подробности в нашем сюжете. Пассажирский вокзал Иркутска сильно изменится. Уже многое сделано, но это лишь первый этап большой стройки. В ходе реконструкции были произведены замены полностью выходов на платформы, павильоны. Была сделана внутренняя отделка тоннеля. Сделан дополнительный вход с перона для входа пассажиров в тоннель. Также были установлены два лифта. Лифты предназначены для маломобильных граждан, инвалидов или пожилых людей. Для перемещения чемоданов и сумок сделали новые пандусы. Подъемные механизмы сейчас необходимо поставить на учет в Ростехнадзоре. Их запустят, когда завершится вся реконструкция вокзала. Вот этого павильона не будет. Не будет того здания. Их вместе будет построено новое трехэтажное здание, которое указано на макете. Вместо пригородных касс и санитарно-бытового комплекса построят новое трехэтажное крыло. В том же архитектурном стиле, что и старый вокзал. Будет даже башня с часами. Завершающим этапом станет реконструкция исторического здания вокзального комплекса. Иркутск-пассажирские окончания работ запланировано на 2020 год. Евгений Павлов, Екатерина Нерушкина, Сергей Полянский. Новости сейчас. Ну а сейчас вернемся к ситуации с лесными пожарами, которые бушуют в Иркутском районе. Напомню, там сегодня в селах Ширяево и Тихоново-Пать эвакуировали детей и пожилых людей. Подробный репортаж с места событий прямо сейчас. Очень печально. Это Ширяево, это Тихоново-Пать, это Иркутский район, ребята. Догорает лес в километре от населенного пункта. Местные жители с ужасом разглядывают языки пламени. Эту картину наша съемочная группа встретила еще по дороге к месту ЧП. Крупный пожар, который подбирается вплотную к селу Тихоново-Пать в нескольких километрах от этого места. Огонь на подходе еще к двум населенным пунктам – Ширяево и Грановщина. Местные жители переживают, но идет еще на две деревни огонь. Оттуда всех эвакуировали или там остались? Там остались мужчины. Движемся дальше. По обеим сторонам дороги бушует пожар. Добровольцы из соседних поселков с риском для жизни пробираются на помощь к попавшим в беду сельчанам. Видимость нулевая. В самом селе Тихоново-Пать сейчас перемирие с ветром, а стало быть, с огнем. Эти минуты жители села используют для ликвидации огня. Вторые сутки, не сомкнув глаз, односельчане спасают свои дома. Со вчерашнего вечера. То есть до сих пор не спал никто из местных жителей? Ну-ка, естественно. А эвакуировали кого-нибудь или остались? Да, детей эвакуировали, вчера еще. Работает тяжелая техника лесоохраны, пожарные бригады и местные мужчины. Кто на тракторе, кто лопатой, некоторые затаптывают ногами. Женщины подносят воду, отстояли местную церковь и жилые дома. Не получилось сберечь. Кладбище. Там кладбище? А тушить кто там? Там бесполезно, скорее всего. Ветер сильный. Все это время в нескольких километрах жители соседних поселков ведут бой со стихией, которая распространяется со скоростью порывов ветра. Снова удача. Но люди говорят, это скорее чудо. Вы видите сами последствия тех кадров, которые я показывал до этого. Крупный верховой пожар уничтожил все деревья по левой стороне. Местным жителям чудом удалось отстоять ту часть леса, которая прилегает уже к Ширяево, и спасти деревню. Но радоваться рано. Впереди печальный прогноз метеорологов. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Мобильные группы патрулируют границы траншеи и круглосуточно караулят лесной массив. Мы остановили, полосы сделали, разрезали. И прекратилось верховое горение. То есть стоим караулем, ждем, чтобы не прилетали искры на ту сторону. То есть вот тут лес у нас остался живой. А для чего сделали? Чтобы спасти деревни. То есть Ширяева и Горяшина. В самой деревне люди встревожены не меньше. С опаской они смотрят в сторону леса. Ждут беды. В местной школе разместили эвакуированных из Тихоновой пади детей, женщин и стариков. Увозили еще вчера на школьных автобусах. Сперва ребенка отправил. Сам пошел, думал, помогу, чем смогу. А потом сказали, руками тушить нечего. Разогнали. Все, я приехал сюда. Напуганных людей разместили в спортзале. Преподаватели стали на время и Красным Крестом, и психологами, и средством для связи. Ставят успокоительный кто у нас. Чувствуют себя плохо. Для грудничков привнесли уже питание детское. Сейчас мы делаем опись всех тех, кого сюда привезли. Новостей о том, в каком состоянии сейчас их родное село, никто не знает. В Тихоновой паде нет мобильной связи. Где некуда звонить? Там телефона. Если там связи нет, там некому послалить. А подниматься? Да. Даже у кого не подниматься, они же в доме не сидят. Местные жители тут же организовали гуманитарную помощь. Привезли продукты, воду, сладости для детей. Администрация школы говорит, продуктов хватает, кормят людей по желанию. По-соседски люди стали подвозить в школу и теплые вещи. Причем даже те, кто полчаса назад был под угрозой возгорания, проявили человечность. Но печально то, что причиной пожара сейчас считают тоже. Именно человеческий фактор. Обстановка с лесными пожарами сложная. За прошедшие сутки площадь выросла в два раза. В настоящий момент 29 лесных пожаров, которые действуют на общей площади 13 тысяч гектар. Основная причина пожара – это человеческий фактор. Сейчас посещение леса под суровым запретом. Речь идет не о штрафе, а о жизни. Но не только своей, но и большого количества людей. Алексей Килевра, Александр Барановский. Новости сейчас. И на этом пока все. Наш следующий выпуск смотрите в 20.30. До встречи.